Я начну с того, что кратко представлюсь. Меня зовут Дмитрий Гульский, я фаундер ECO Flow. Также у меня большой опыт в создании других продуктов, достаточно большой опыт венчурных сделок. Например, я непосредственно своими руками участвовал в сделке по поглощению iMath и Google, своими руками участвовал в сделке по поглощению Facebook MSQRD. Я лично закрыл несколько сделок с большими фондами, я подвел приговор с большим количеством tire-one фондов, поэтому я очень хорошо понимаю несколько областей, а именно создание B2C мобильных продуктов, венчурную область инвестиций, поэтому можно задавать вопросы в этой области. Я решил рассказать, немножко отрефлексировать наш собственный опыт, потому что ровно два года назад мы поднимали первый раунд, сид-раунд во фло, и у меня сохранилась презентация этого сид-раунда. Я вот ее поднял, решил подумать, что мы о чем-то думали, что мы тогда говорили ровно два года назад, потому что она была о том, что будет представлять фло из себя через два года. И почему очень многое, почти все оказалось не так, как мы думали два года назад, когда готовились к сид-раунду. И вот этот доклад, эта презентация, она построена на том, что приведены куски, снимки из моей презентации двухлетней давности, которую мы делали для инвестера, и моей текущей презентации, которую мы делали тоже для своих целей, и можно сравнить будет, как мы думали, и что произошло на самом деле. Несколько слов про фло. Фло сейчас это второй по величине в мире хеллс и фитнес продукт по размеру месячной аудитории. Во-первых, он больше, чем фитбит, больше, чем myfitnesspal. Мы имеем 20 миллионов мау. Это третий по величине хеллс и фитнес продукт в США. То есть в США больше фло, только фитбит и myfitnesspal, но myfitnesspal чуть-чуть больше. Когда мы начинали два года назад, у нас было всего 8 сотрудников, сейчас у нас 100 сотрудников. Но у нас было всего лишь 200 тысяч инсталлов в месяц, сейчас у нас 4 миллиона инсталлов в месяц. Ну и вот подтвержденная оценка тогда была на сид-раунде 2,7 миллиона. Сейчас подтвержденная оценка, не буду говорить, как она подтверждена, потому что скоро будет объявление 200 миллионов долларов. Что делает фло, наверное, третий, четвертый по подтвержденной оценке и дороговизне компании из Беларуси. Наверное, одним из самых дорогих стартапов, который когда-либо создавался в нашем СНГ-шном пространстве. А как она подтверждена будет новость в течение ближайших двух недель? Вот здесь проведен график, как мы риск росли эти два года. То есть это вот фактически, когда мы брали сид-раунд, мы в текущем масштабе были практически около нуля. Ну вот так вот стабильненько-стабильненько росли. Вот, я решил, у меня достаточно ограничено время, я решил выделить несколько вещей, которые оказались радикально иными и рассказать, почему они оказались радикально иными, чем мы планировали два года назад. Первый вот снимок, он показывает, как мы представляли наш продукт через два года. Мы думали, что у нас будет группа отдельных продуктов, что будет простой календарь женский, будет медицинский женский календарь, приложение для беременности и приложение для детей. И они будут между собой обмениваться трафиком. Все оказалось… Но потом мы от этой идеи отказались и использовали идею того, что мы должны поместить все режимы в одно приложение. Почему мы так решили? Потому что мы поняли, что вот эта конверсия из приложения в приложение будет очень и очень растратной в плане потери аудитории. И мы решили, что просто такой мягкий, такой smooth shift аудитории внутри приложения, когда меняется один режим на другой, когда это необходимо, когда женщина решает, что я хочу забеременеть, и она переходит в режим «я хочу беременеть». Когда она беременет, она переходит в режим «я забеременена». И при этом учитываются все предыдущие ее данные, вся предыдущая ее информация в этих режимах. Поэтому сейчас Fullo имеет все режимы, которые покрывают все стадии женской жизни внутри одного приложения. Сейчас таких режимов, наверное, пять. И сейчас делается режим менопаузы. И, соответственно, в чем здесь есть большая идея? В том, что мы хотим быть нашей аудиторией в течение десятков лет. И мы хотим, чтобы они переходили из режима в режим, и мы потом возвращались в предыдущие режимы и никогда не покидали наше приложение. И этот подход работает очень хорошо. Например, сейчас у нас в режиме беременности около пяти процентов всей аудитории, то есть и больше трех миллионов женщин забеременело, находясь во фло. Вторая наша серьезная ошибка планирования была в том, что у нас была очень такая ошибочная идея. Нам казалось, что чем больше полезного функционала, тем лучше. И мы, соответственно, при этом понимали, что есть аудитория, которой нужен только простой функционал. Соответственно, изначально мы запустили на самом деле два продукта. Было два фло. Был фло, и мы на тот момент изначально на него не сильно ставили. И был такой медицинский календарь off. Медицинский календарь off был очень похож чем-то на предшественников на рынке. То есть он был такой, у него было много функций, он был такой навороченный, много кнопок, много графиков, много переходов. И мы их одновременно запустили на рынке. И фло начал расти гораздо быстрее. Почему фло начал расти гораздо быстрее? Потому что людям на самом-то деле не нужны все эти сложные функции. И в первый момент, когда они ставят приложение, они вообще даже не готовы включить мозг на поводу того, чтобы вникнуть в этот продукт. Поэтому если бы в этот момент, когда они были онбординг, когда они только запускали, адаптировались к продукту, была огромная потеря аудитории. И мы поняли, что чтобы быстро расти, наш продукт должен быть максимально простым, особенно максимально простым на старте. И мы исповедуем сейчас такую политику айсберга. То есть у нас пользователи одновременно видят только какое-то ограниченное количество функций. И то, что он видит на главных экранах, это очень-очень просто. Но если нужны какие-то продвинутые функции, они возникают либо по контексту, либо где-то запрятаны в настройках. Это очень важно, что пользователи сейчас совершенно не хотят напрягаться. Никто не хочет напрягаться, вникать в ваш продукт без огромной мотивации. Если человеку нужно в первую минуту установки включить мозг, вы потеряете половину аудитории, так точно. Если нужно включить сильно мозг, вы потеряете 90% аудитории. Поэтому крайне важно, когда вы начинаете engage в аудиторию, когда пользователь приходит, продукт должен быть очень-очень простым для восприятия. И давай только самое важное. А все такие продвинутые вещи нужно давать тем пользователям, которые уже втянутся. Ну вот, соответственно, сейчас продукт для первого контакта выглядит очень просто, хотя на самом деле он достаточно сложный. В нем только экранов, вот как у нас в нашем продуктовой карте, по 200 штук. Это просто все запрятано в различном функционаре и возникает по контексту. Ну то есть у нас такой roadmap, у нас работает сейчас, наверное, 40 инженеров под 40. И мы справляемся с очень маленькой задачей того, с чего мы хотим. И мы справляемся нанять еще 40 инженеров, чтобы справляться с нашим roadmap. Вот, видите, что продукт у нас получился очень хорошо. Например, у нас Google Play рейтинг 4,9, основанный на 600 тысячах голосов. Это экстремально высокий рейтинг продукта. Почему такой высокий? Потому что просто люди пишут, ой, как хорошо, как просто, мне надо напрягать мозг. Вин-вин. Если когда вот немножко качество презентации плохо передано, но вот я рекомментировал некие здесь цифры, которые были. У нас, когда я писал презентацию два года назад, я писал, что наш там target metrics, одна из них была достигнута через два года, два-трех миллионов мал. И честно говоря, я в это не очень верил. Почему я в это не очень верил? Потому что на тот момент на рынке были же очень сильные конкуренты, у которых были миллионы инсталлов в месяц. И казалось, что ну как мы двинем этих конкурентов, как мы вообще как бы сможем это все забрать, если они уже много лет на рынке, у них высокая поисковая выдача, их все знают, а мы только начинаем. Вот очень плохо, что это плохо видно. Это же, может, кто захочет, я перешлю. В общем, это какие-то кривые. Это один из фондов, с которым я контактировал. У них есть своя самописная аналитика, анализирует приложение, и они просто прислали, как они видят рынок, как мы росли, а остальные не росли. И вот здесь, например, Mobile Downloads. Вот видно, как фло растет, 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 а вот конкуренты падают. Это в течение двух лет. Вот мы начинаем два года назад, пошли, 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 пошли наверх, синяя линия, а конкуренты идут вниз или на том же уровне. А также здесь активная аудитория. Вот мы идем, 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 растем, пересекаем клю нашего основного конкурента. А это здесь не совсем правильная цифра, потому что я знаю точную цифру, мы конкуртировали с владельцем. Это такой старенький китайский женский календарь. Он 10 лет успел накопить много аудитории, но у них чуть меньше, у них не такая большая аудитория, как считает эта система у них. То есть реально мы обогнали всех своих конкурентов, как мы это сделали. Может быть, у меня не совсем есть время писать, как мы это сделали, но я пишу определенный принцип, что на самом деле ничья позиция, она нерушима. И в принципе, если ты делаешь продукт, который лучше, вот скажем, китаец, вот этот, мы с ним общались, он страшно переживает, что у нас отойдет в Google Play 4.9, потому что это один из залогов роста выдачи. И он даже выпустил клон Flow, чтобы сделать себе рейтинг 4.9, потому что его продукт на рейтинг 4.8, из-за этого Google Play его опускает. И это целая система, каким образом сделать так, чтобы твой продукт вырос, это требуется время, требуется очень качественный продукт, требуется огромное количество тестов, но это совершенно реально. И у нас пример показывает, что это совершенно реально. Мы не потратили на это больших денег. Это был органический рост. Но из этого втекает гораздо больший вывод, от которого мы думаем каждый день, о том, что точно такие же, как мы, могут выскочить в какой-то момент и схавать и нас. И нужно очень сильно думать про барьеры, как сделать такие барьеры, чтобы нас не схавали. И вот я, например, считаю, что органический рост в обслуживании Google Play — это неустойчивая позиция, потому что точно так же кто-то может выскочить, могут измениться алгоритмы, и нужно основывать свой рост на чем-то более устойчивом. Например, решить уравнение consumer acquisition cost меньше, чем твое LTV, тогда твоя позиция устойчивая. Или развивать бренд. Скажем, сейчас, если раньше мы основу трафика получали по кейвордам типа period tracker, то сейчас у нас самый мощный кейворд — это flow. То есть уже люди знают, советуют, они приходят скачать именно flow. И тут уже просто из-за того, что кто-то еще более умный, чем мы сможет отбить кейворд period tracker, это уже ни на что не повлияет. Про монетизацию. В этой презентации мы планировали, что мы запустим монетизацию очень быстро, но реально мы ее запустили вот совсем недавно и еще запустили в таком достаточно тестовом режиме. И это было абсолютно осознанное решение. Мы тогда разговаривали с моим братом, Юрием Угурским, и он сказал, что я вот точно знаю по всем своим командам, что как только команда запускает монетизацию, она перестает думать о чем-либо другом, и это очень плохо для продукта. И таки да, вот мы сейчас запустили монетизацию, и я вижу, что бабки, они перетягивают все остальное. И это было крайне мудрое решение, не запускать монетизацию тогда, потому что это позволило тогда думать о пользователях и сделать хороший продукт. А если бы мы начали монетизироваться рано, мы бы начали рано думать, как бы там повысить воронки, как бы повысить конверсии, как там отжать больше, и в итоге бы мы не построили продукт, который стал мировым лидером. Это было абсолютно мудро, если ты можешь себе это позволить, если ты можешь взять на это какие-то венчурные деньги. И главный вывод для меня из этого, что нужно монетизацию запускать тогда, вот не надо продавать продукцию завода, который еще не построен, не надо селить людей в гостиницу, в которой нет крыши. Вначале нужно построить свой продукт, понять, что вот ты уже дошел до точки зрелости, и только потом начинаешь брать за него деньги. Но опять же, это позиция, если есть такая возможность, потому что для этого нужно поднять какие-то деньги или добыть деньги, но не всех это получается. То есть, как говорят, до момента начала монетизации мы спалили, наверное, 6 миллионов долларов, если, ну, далеко не у всех есть возможность поднять 6 миллионов долларов до начала монетизации. То есть, это не самая простая задача. Вот, сейчас мы монетизацию запустили, и монетизация состоит из двух частей. Первая часть – это контракты с компаниями. У нас есть контракт с одним, эксклюзивный контракт с одним из очень крупных американских производителей женских товаров многомиллионных. И также мы запустили подписку. Вот, но у нас есть большая задача, что радикально отличает фло от продуктов типа Calm, Health Space, и так далее, MyFitnessPal. Для нас самое критичное – это продолжить рост аудитории. Наша цель – это 100 миллионов МАУ и лидерские позиции в мире. И мы не можем внедрить ту монетизацию, которая увеличит наш чарн, которая уменьшит наш ретеншн. Поэтому мы должны балансировать, мы не должны максимализировать деньги, мы должны найти тот баланс, когда наш ретеншн не уменьшен, но при этом у нас появляются какие-то деньги, чтобы еще усилить наш рост. И мы сейчас пытаемся найти этот баланс. Еще одна ошибка. Вот, в принципе, базовое наше видение о том, в чем есть польза фло, она не изменилась. То есть очень просто это. Мы получаем определенные данные от пользователя и даем на основании этих данных им персонифицированные советы о их здоровье и не только. Ну, достаточно понятная, прозрачная идея. И тогда нам оказалось, что в основном задача будет сложность технологическая. Но на самом деле технологически это тоже довольно сложно и дорого, но проблема оказалась не в технологии, а в самой, а в природе людей. То есть можно построить что угодно, но чтобы это работало, нужны данные. А чтобы были данные, нужно, чтобы пользователи их вносили. А вот пользователей их-то совершенно нигде особо вносить не хотят. Почему? Ну, скажем, MyFitnessPal, у него было 200 миллионов инсталлов. Сейчас активная аудитория MyFitnessPal минус инсталла текущего месяца где-то 8 миллионов. То есть 4 только процента пользователей осталось. Это присуще абсолютно всем продуктам холстом фитнес-категории. Почему? А потому что, почему люди толстые, больные, все не знают, что, чтобы похудеть, нужно меньше жрать, больше бегать. Да все знают. А почему люди много жрут и мало бегают? Ну, лень, трудно, не контролируют себя. То же самое с использованием таких продуктов. Может, все понимают, что надо вносить данные, чтобы получить пользу, но есть буквально несколько процентов зануд, кто будет текать свои данные достаточно периодически, чтобы вот все эти великие замыслы сработали. Но мы нашли способ, каким образом можно вот эту природу людей побороть. Мы сейчас меняем саму природу нашего продукта. Мы переносим проактивность от людей на сам продукт. То есть раньше женщина должна сама была решить. Я должна должна затрекать это, это и это, и тогда получу какие-то советы. Естественно, что это таких проактивных женщин, главное, как таких проактивных людей, очень мало. Но мы нашли метод, каким образом инвертировать эту ситуацию. И она основана на использовании того, что с женщиной начинает общаться сам продукт. Сейчас это происходит в форме чат-бота. Это как такая разветвленная логика. И как это выглядит? Это выглядит примерно как общение с доктором. Видно там, как это выглядит, как чат-бот, но это такое дерево, это разветвленная логика. Например, там слова, как ты приходишь к доктору, доктор спрашивает, ну как ты себя чувствуешь? Ну, вроде нормально. Вот на уровне не проактивного приложения, вот на этом все закончилось, потому что датапоинт не поступил. А хороший доктор что спросит? Ну что, совсем нормально? Вообще никогда ничего не болит? А голова иногда болит? Ну да, помню, иногда болит. Раз в две недели. Ага, ну это уже информация. А когда она у тебя болит? По-моему, она по субботам болит. В субботам? А может, ты в пятницу пьешь? Точно, пью в пятницу. Ну, то есть вот доктор, он как бы такой проактивной логики, таком ветвлении, он собирает датапоинты, просто исходя из будущих ответов. Точно так же работают эти чат-боты во фло, и уровень энгейджмента в них крайне высокий. То есть у нас примерно 80% людей, которые начинают такой диалог, заканчивают его даже если там есть, например, 20-30 вопросов. И в рамках этого диалога можно получить необходимые датапоинты, чтобы дальше давать необходимые советы, давать необходимую информацию. Это очень такое критическое изменение в природе продукта. Так, ну я, естественно, уже сюда не просто так пришел, что я просто так поеду. Активно мы растем, стоим много денег, 200 миллионов долларов, а опционный пол у нас есть. Люди нам надо хорошие, талантливые. Работа как бы на пользу, на десятки миллионов людей будут получать пользу. Можно на опционах заработать, все зарплаты выше рынка, все условия очень хорошие и очень много девушек. Так что не пропускаем. Приходим. Привет, меня зовут Максим Вачанга. Как известно, у вас самые лучшие позиции на американском рынке. И что было тем переломным моментом или что это было, что позволило вам именно там начать расти лучше, чем ваши конкуренты? На самом деле в Флориде есть такие позиции почти во всех странах мира, за исключением Китая, Японии. Во всех крупных регионах был самый популярный продукт такого рода. И он везде был, с подходом совершенно один тоже. На самом деле у нас на то, чтобы раскачать Ростфло, потому что мы уже очень хорошо знали, как это делать. То есть у нас же в нашей команде, помимо того, что мы сами этим занимаемся 10 лет, нашей команде, например, создатели компании Аполлон среди акционеров Флор, которая была в числе 10 самых успешных паблишеров приложений в мире по Апане пару лет назад. У нас там очень-очень сильная группа. Мы очень хорошо понимали, как это все делать технически. Но даже у нас это заняло примерно полтора-два года просто очень методической работой. Если же нет никаких секретов, я расскажу вам секрет. Делай большое количество АП-тестов, делай продукт с рейтингом 4, 9, 4, 8, постоянно оптимизируй кейворды из текста, постоянно меряйте, где происходит улучшение примерно за полтора-два года при условии очень хорошего продукта. Потому что в Апсторе они меряют внутренние метрики тоже. Если продукт херовый, то он просто никогда в жизни не поднимет продукт, как-то там с ним не старайся. Поэтому здесь два залога. Очень хороший продукт с сильными внутренними метриками и просто огромное количество тестов, 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 тысячи тестов. И все. И никакой больше секретов нет. То есть это был равномерный процесс? Нет. Не было какой-то конкретной точки? Смотрите, я же там показывал, как это рост был, но этот рост не учитывает первый год. А первый год он вообще был… То есть фактически это начинается после года существования FLO. А первый год был вообще очень плоский. И это совершенно естественно. Потому что Апстор и Google Play они так устроены, что они очень долго присматриваются. Типа смотрят за внутренними метриками. И только когда уже они поймут, что это что-то толковое, что с ними не манипулируют, они начнут потихонечку повышать выдачу. И на самом деле даже я сейчас с текущими своими знаниями, даже имея продукт с 4,9 рейтингом, я не берусь его поднять меньше, чем за два года в органике. Вот за два года подниму, меньше, чем за два года не подпишусь. Спасибо. Поднимайте руки. Кубик. Меня зовут Алексей. Кимберлит от Тэйч. Компания. Вопрос такой. Есть ли существенная доля в новых инсталлах с рекламных компаний? И насколько велика доля платного трафика? Органический рост. У нас была принципиальная позиция, что мы не жгем венчурные деньги на рост. И фактически мы до недавнего времени, до прошлого месяца, мы закупали трафик в очень ограниченных количествах сугубо, чтобы накапливать промо и накапливать опыт. Это были какие-то для нашего масштаба какие-то минимальные бюджеты. Типовой общий наш маркетинговый бюджет в деньгах был 1050 в месяц в последние годы. Но сейчас, когда мы запустили монетизацию, мы планируем интенсифицировать наш рост, траты этих денег, которые мы зарабатываем на закупку трафика. Потому что на самом деле наш потенциал в органическом росте уже сильно на пределе. Потому что мы так уже самый популярный продукт типа в мире, везде на топе висим. И здесь мы можем уже расти только с ростом самого рынка. Но когда мы сейчас включим закупку, это будет такой серьезный пинок роста. Сейчас я могу оценить, не знаю, может 20% трафика закупного, может меньше. Небольшое количество. А поведенческие характеристики пользователей платных каналов и бесплатных каналов сильно отличаются? Не радикально. Но понятно, что когда ты закупаешь через баннеры в фейсбуке, у тебя будет хуже ретеншн. Вообще, самый лучший ретеншн это получается, когда люди органически естественно приходят по флоу, по какому-нибудь кейворду флоу. И когда ты закупаешь через поисковую рекламу в апсторах, когда ты конкретно выпадаешь на тех людей, которые интересуются. Но на самом деле там разница, я бы не сказал, что это катастрофически разное. Но возможно там примерно может быть роллинг 30 дня, но будет отличаться процентов на 10-15, может быть так. То есть это не в два раза, это не радикальная разница. Спасибо. Бросайте, бросайте. Не бойтесь бросать. Не бойтесь ложить. Привет. Меня зовут Полина. Я в компании Дук Дук работаю. У нас тоже медицинские продукты. И есть некоторые проблемы с ретеншном, потому что люди не любят лечиться, учиться. И вот это все. Это правда. И мой вопрос про ретеншн это такая штука, которую ты делаешь в какую-то фичу и довольно сложно быстро определить, она у тебя полетела или не полетела. Как вы выбирали вот эти фичи, которые именно на ретеншн делали? Как вы оценивали, летят они или не летят? И что делать дальше? На самом деле, высокие абсолютно все продукты в хелс и фитнесе имеют плохой ретеншн. Абсолютно все, за исключением одной категории, период лекинга. И здесь это высокий ретеншн флой, это просто по природе продукты. А почему? Потому что все остальные хелс и фитнес продукты, они находятся, ну они работают на основании поведения воли самих людей, чтобы что-то делать. А люди слабы, пока как бы гром не грянул, мужик не перекрестился. То же самое с хелс и фитнес продуктами, то есть они становятся жертвой природы людей. И вообще нет ни одного в мире хелс и фитнес продукта с высоким ретеншном. Их просто нету. Ну в камере тех, которые на виду, которые есть. Поэтому на самом деле здесь высокий ретеншн, он базируется прежде всего на том, что проблема находится за пределами воли женщин. То есть месячные придут в любом случае, жизнь организована под это. И это некая внешняя сила, которая заставляет использовать продукты такого рода. А можно ли как-то сделать высокий ретеншн в медицинских продуктах? Я думаю, что без какой-то внешней силы невозможно. Нужна какая-то внешняя сила. В Америке делаются какие-то попытки приплачивать, привязывать к страховым и так далее. Это сильно возрастает. А именно чисто основанно на личной мотивации человека, если при этом он не является просто помираю, там находится приложение, управляемое моим картистическим стимулятором, людей. Привет, Андрей, Аполлон. Соответственно, ты говорим по поводу барьеров для конкурентов. Кроме того, что упомянул бренд сильный, а технологии как бы заявлено, что они не играют роли. Какие еще идеи по поводу отсечения потенциальных конкурентов? Нет, технологии, они играют роль, но это, скажем, такой краткосрочный барьер. То есть по большому счету, если ты берешь хороший раунд или делаешь экзит, и все видят, что какие-то технологии, грубо говоря, там их заполняют. Полгода в год нужно любые технологии повторить даже гугловского уровня. Это не является серьезным барьером, каким-то долгосрочным. Хотя, конечно, в какой-то степени не является. На самом деле, есть еще один третий барьер, который у нас есть. Это использование в своей собственной аудитории. То есть фактически наш рост через Keyword Flow это результат того, что люди советуют друг другу. И используя, когда эти десятки миллионов пользователей, ты можешь использовать этих пользователей как основу роста или основу retention, или основу создания value. Это тоже серьезный барьер, который очень сложно повторить. Потому что, чтобы скопить аудиторию, ее нужно скопить. Но, честно говоря, кроме вот этих трех вещей, бренд, LTV и использование своей собственной аудитории как барьер, я не знаю, что может быть серьезным барьером. Привет. Меня зовут Дима. У меня вопрос на самом деле про аудиторию. Не пробовали ли вы создать себе новый рынок? Объясню. Я пользователь лайфа в контексте того, что он помогает мне планировать мой отпуск. Потому что не всегда девушка едет в отпуск, не всегда она едет за город, в том числе в связи с месячными. Но я не могу посоветовать своему другу, ставив это приложение, потому что, откровенно говоря, она там про цветочки, про вещи, которые совсем я не могу делиться. Не пробовали ли вы заехать в эту историю и создать себе новый рынок, объяснить мужчинам, зачем им это нужно? На самом деле, у нас и были такие, ну не такие тесты, потому что если бы мы объявили о таком бы тесте следить за месячными своей девушкой, это, наверное, был бы какой-то такой большой скандал. Вот, там всякие там сексистские идеи, типа давайте сделаем систему знакомств на базе месячных. Ну, то есть, такие сексистские идеи в нашем случае, они совершенно неприемлемы. Вот. У нас есть другие вещи, когда мы вовлекаем мужскую аудиторию. Например, вот мы сейчас разрабатываем партнерский режим для тех, кто хочет, для парк, которые хотят забеременеть. То есть, мужчина видит, когда овуляция, когда хорошие дни, соответственно, тоже может готовиться. Не буду говорить, как готовиться, но может готовиться. Вот. Возможно, мы сделаем такой широкий партнерский режим, который можно будет просто присоединять, но когда мы тестировали партнерский режим на широкую аудиторию, большого интереса это не вызвало. Думаю, это нужно единичным людям и конкретно это нужно парам, которые в данный момент беременны. Остальным это очень такие эпизодические вещи. Рынок можно по-другому расширить. Скажем, вот сейчас у нас вот флор же, это флор период трекера, это просто вот такой entrance point. Там внутри всего очень много. Например, там есть вещи, там типа water consumption tracker или step tracker. И многие женщины, они используют фактически это как владение своей платформой. Ты захватываешь аудиторию через период трекер, а дальше ты энгейшишь эту аудиторию в другие вещи, и ты фактически отнимаешь рынок у MyFitnessPal, у продуктов другого рода, потому что они не идут никуда, потому что они это имеют внутри. Я ставлю эту стратегию с созданием Google Suite. То есть есть Gmail, вокруг Gmail построено целый Google Suite. Это очень похожая ситуация с Flow. У нас есть корневой продукт, который очень хорошо удерживает аудиторию, очень хорошо эту аудиторию для юзер-эквизишна. А дальше мы строим вокруг этого продукта целый такой комплекс других продуктов, и фактически мы не конкурируем тогда с аналогичным продуктом, потому что мы как бы это я ставлю, это система как владения проходом в метро или владением прохода в аэропорту. То есть люди продают в любом случае, это значит, ты можешь поставить магазинщики и использовать, потому что ты просто владеешь трафиком. И здесь похожая ситуация. Все, давайте уже заканчивать, потому что время подошло к концу. А последующие вопросы зададите просто в кулуарах, Дмитрия. Ой-ой-ой-ой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ